Итак, рассказываю историю, с которой я столкнулась этой ночью. Мы с девочками поехали в этот Зуму, это ресторан-клуб. Там играют очень хорошие музыки, которые я безумно люблю. И мы отдыхали. У девчонок там было два друга. Мы были с ними, и потом с этим другом поздоровался какой-то старый дед. Этот старый дед был с двумя девочками, очень молодыми девочками. Я думаю, им лет 18. И вы сами понимаете, какой они профессия. И эти две девушки были у него заказаны на ночь. Они с Москвы, и они меня знали. Но они этого не показывали изначально, это я уже потом поняла. Мы просто веселились. Я вообще была с девчонками отдельными, никто не трогал. А вот этот дед, он типа веселился, он не трогал девушек, ничего такого. Он веселился со всеми, кроме этих двух проституток. Вот. Их это злило. Они уже хотели поехать в номер, он уже вроде счет там оплатил. Они уже собирались уезжать, и его остановил парень какой-то. Остановил, типа, нет, давай дальше тусить. И тот дед такой, да, давай дальше тусить. А эти две, блядь, злятся. Они злятся, злятся, и уже все, тусовка подходит к концу, и я слышу их диалог. Время было где-то час 05, а это место открыто до часа 30. Я подумала, не буду подведить девчонок, им нравится, они танцуют. Типа, а я уже устала тогда. И думаю, ладно, я посижу чуть-чуть. Я сидела у диджейского стола, сзади там, типа, стол барный и диджейский. Я сидела, и такая, типа, ну ладно, подожду. И слышу их диалог. Одна такая говорит, вот, на нас все мужики смотрят, кроме этого, нашего. Может, я ебаться, а чем 24 на 7. Другая, да, я тоже, мы приехали работать. А он, вот он с ними. И они говорят, ну раз он вот с теми девочками танцует, это я их слышу, их диалог. Пусть их ебет тогда. И другая, да, 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 пусть их ебет. Вот, я думаю, ну ладно, девочки злятся, они реально приехали на заработки, уже в бодрымый сезон заканчивается. Они, видимо, объедки доедают, не знаю. Думаю, ладно, пофиг, меня это вообще не волнует. И тут одна из них, они, во-первых, прям терлись возле меня, и было видно их недовольство. И они меня знали. Они повернулись, такие мне. Слушай, не надо вам ехать с ним ебаться. Я говорю, девушка, мне вообще похер, кто он, что он. Мы сюда приехали отдыхать, точно не ебаться. Она говорит, ну да, конечно, не надо забирать. Мы весь день, типа, работали не для того, чтобы нашего клиента забрали. Я говорю, девочка, у меня вообще похуй, с кем ты ебешься. У меня моя жизнь, я вообще, блядь, блогер, я пизду не зарабатываю. Она говорит, и другая, ха-ха, да, да, ты блогер. Короче, они меня знали, но не подавали виду. Они меня доебывали, 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 доебывали. Я терпела, терпела. В шутку водила, уводила. Они начинают, да ты, проститутка, так далее. Я говорю, блядь, закрой свой рот. Еще раз ты что-то скажешь, и тебе будет плохо. Как вы можете понять, рот она не закрыла. Белобрысая, там была темная Белобрысая, темная вообще, ужас. А они дальше тявкают. И Белобрысая какую-то херню сказала, а она говорит, слышь ты, что ты не показываешь, что ты в Бодрыме, что ты в сторис не выставляешь, как ты приехала работать. Я говорю, ты идиотка, у меня, блядь, вся моя поездка в Бодрыме в сторис дура. И она что-то сказала, я не выдержала. И я как ей дала по лицу, потому что я не позволю, чтобы оскорбляли меня. Окей, там они, там моих подружек мне тоже это не понравилось. Но я не позволю, чтобы кто-то клеветал на меня, зная мои принципы, зная, что у меня отношения уже почти год. Я такого не позволю. Я ей долбанула по лицу, тусовка на тот момент все закончилась, все закончилось, начался кипиш, типа, о, что, как, куда. Парень там один не разобрался с ситуацией, говорит, мне иди извинись. Я говорю, не буду ни перед кем извиняться. А он мне начал за руку таскать, я говорю, отстань ты от меня. Я, наверное, неправильно поступила, что я долбанула, но они меня прям доводили. И слава богу, что я долбанула не сильно. Вот серьезно. Я там уже и ногой хотела, и кулаком, и всем я просто по лицу дала. Вот, они, конечно же, ничего не сделали, испугались, типа, как так? А у меня в голове, типа, ну, лицо свое закройте, и хотите работать, работайте. Если вы пришли в клуб работать, это не значит, что сюда пришли все работать. У всех есть личная жизнь, все работают на нормальной работе. Они говорят, ну, ты что, влог снимай, смотри, может быть, пиздой поработаешь, так бы больше заработала. Я говорю, нет, спасибо, я зарабатываю на блоге больше, чем вы своей пиздой. Вот, да, 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 да.